Ни повышение пенсионного возраста, ни повышение НДС, ни налоговый маневр не принесли существенных доходов бюджету. В экономике не созданы условия для прорыва. Если посмотрим на макроэкономические показатели, регионы в долгах, более 12% населения прозябает в нищете, реальные доходы падают за первый квартал 2,3%, потребительский спрос обваливается и так далее. Нилов Олег Анатольевич, фракция «Справедливая Россия». Антон Германович, данные, предоставленные правительством Российской Федерации, свидетельствуют, что ни повышение пенсионного возраста, ни повышение НДС, ни налоговый маневр не принесли существенных доходов бюджету. В экономике не созданы условия для прорыва. Нет роста доходов граждан. Как говорят в народе, уж отпуск близится, а тысячи на путешествия – все нет. Может, все-таки правительство Российской Федерации прислушается к предложениям «Справедливая Россия», рассмотрит, наконец, положительно наши инициативы об отмене возврата НДС экспортерам сырья, о возврате под госконтроль закупок у взаимозависимых лиц по 223-му закону, о введении плоской шкалы страховых взносов, о прогрессивной шкале и многих других. И, наконец, может быть, вы услышите не только нас, но уже Алексей Леонидович Кудрина, который призывает вас увеличить расходы на здравоохранение и образование. Уважаемый Олег Анатольевич, уважаемые депутаты, не могу согласиться с вашей риторикой. Почему? Потому что мы, изменив подходы к финансированию проекта, программных документов через национальные проекты, определили ресурс. Это и повышение НДС, и это увеличение дефицита бюджета на полпроцента пункта. И хочу сказать, что у нас на национальные проекты в этом году выделено 1,7 триллиона рублей. Это в целом общий объем финансирования национальных проектов. Что касается доходов, не привели к увеличению доходов. Только доходы у нас в этом году выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому, конечно, доходов больше. Конечно, источников финансирования больше. Потому что полпроцента ВВП это почти 500 миллиардов рублей. Поэтому вы говорите, у нас есть, у фракции есть свои предложения. Отменить НДС на экспорт. Но мы же наоборот сейчас стимулируем только экспорт. Мы, наоборот, платим экспортерам субсидии и стимулируем увеличивать этот экспорт. А вы говорите, давайте отменим НДС на экспорт. Мы, наоборот, сделаем неконкурентоспособный наш экспорт таким образом. Далее. Плоскую шкалу страховых взносов. Хорошо. Сделаем плоскую шкалу страховых взносов. Но это приведет к увеличению нагрузки на наших предпринимателей или нет? Если не приведет, тогда какой смысл нам сейчас делать налоговые изменения? Если снизится нагрузка на предпринимателей, тогда следующий вопрос. Откуда мы возьмем деньги для выплаты пенсии, в первую очередь, нашим пенсионерам? Из бюджета будем платить больше. Но тогда это уже нужно будет сокращать другие расходы. Здесь все очень связано между собой, уважаемые депутаты. Поэтому мне кажется, что такие серьезные изменения в налогах, такие серьезные изменения в структурные изменения, их нужно очень серьезно просчитывать. Мы, когда готовили ресурсы под национальные проекты, просмотрели 100 вариантов, в том числе эти смотрели. Но мы предложили очень аккуратно, взвешенно подходить к изменениям налогов, к изменениям принципов бюджетирования. Поэтому я хочу сказать, что недофинансируется здравоохранение. Мы только этими поправками увеличили расходы на здравоохранение на 22 миллиарда рублей. А образование на 15 миллиардов рублей. Это как раз те решения, которые мы сегодня предлагаем поддержать. Спасибо. Уважаемый Антон Германович, в стране скопилось огромное количество свободных денег. На счетах юрлиц 26 триллионов рублей. Профицит бюджета, мы смотрим, 1,9 триллионов рублей. ФНБ к концу года 8 триллионов рублей. Вместе с тем, если посмотрим на макроэкономические показатели, регионы в долгах. Более 12 процентов населения прозябает в нищете. Реальные доходы падают за первый квартал 2,3 процента. Потребительский спрос обваливается и так далее. Вот скажите, почему вы не меняете бюджетное правило и не вкладываете деньги в экономику нашей страны? Вообще, для кого вы их копите в таких количествах? От сотен красивых программ ситуация не улучшается. Я просто повторю вопрос, который здесь ставила счетная палата по фонду развития. Порядка финансирования мероприятий этого фонда нет, раздельного учета нет, классификации расходов нет. Вот скажите все-таки, этот фонд есть или его нет? Он существует или это очередной фантом? Спасибо за вопрос, коллеги. Почему у нас, казалось бы, много денег, а мы не тратим? Мы этот вопрос уже давно обсуждаем и говорили о том, что нас фонд национального развития спас, когда цены на нефть упали. И мы помните о том, что четыре года после снижения цен на нефть мы финансировали наши расходы из наших резервов. Если бы этого не было, тогда других источников. Мы могли бы, конечно, брать и деньги в банков коммерческих, платить проценты, но тогда быстро бы дошли до состояния дефолта, который у нас в истории был вроде давно, но на самом деле совсем недавно. Это первое. Второе, мы говорим о том, что для чего мы вот эти нефтегазовые доходы, они же не заработаны. Сегодня есть, завтра нет. Завтра цены упали, надо нам финансировать расходы. Откуда деньги возьмем? Из резервы. Сегодня есть, накапливаем. И договорились о том, что планка 7% от ВВП, тот предел минимальный, до которого мы не тратим эти нефтегазовые доходы. В следующем году накопим выше 7%. Договорились о том, что давайте определимся по принципам, критериям, механизмам, куда направляем, в каких случаях. Сделать это надо так, чтобы это не повлияло на нашу денежно-кредитную политику, чтобы центральный банк не повышал ставки ключевые и, соответственно, ставки в экономике не задирались. Здесь все же связано между собой. Поэтому мы говорим о том, что в следующем году мы можем иметь возможность уже направлять средства Фонда национального развития, размещать их в инвестиции, в высокоэффективные инвестиции. А сейчас пока мы этот объем не накопили. Что касается заработной платы, то реальная заработная плата растет в первый квартал 1,3% в реальном выражении, апрель 1,6% в реальном выражении. Долги регионов снижаются, вы видите, что они снижаются в номинальном выражении, примерно на 200-300 миллиардов рублей в год, и в этом году тоже будут снижаться, а как доля к налоговым-неналоговым доходам еще больше. Вот, собственно, о фонд развития. Был вопрос про фонд развития. Мы увеличили на 0,5% ВВП дефицит бюджета. Куда направили? На развитие в части национальных проектов. Национальных проектов. Этой дороги, этой цифры и так далее. Мы его сразу распределили, когда бюджет считали по программам. Его нет как мешка. И это правильно с тем, чтобы лучше обеспечивать контроль за таким фондом, а не оставлять его на решении правительства и, может, там по полгода не использовать. Поэтому фонд развития, он, как сказать, создан в качестве источника и распределен по национальным проектам, когда мы рассматривали бюджет на 19-21 год. Уважаемый Антон Геннадьевич, введение онлайн-касс с 1 июля без учета специфики ЖКХ обойдется в размере до 17 миллиардов рублей. Рост платы за коммунальные услуги у нас ограничен индексами без учета этих затрат. Значит, снизится средство на ремонт инфраструктуры, на закупку топлива. Для жилищной сферы это дополнительные расходы, особенно ощутимые для малого бизнеса и, как следствие, для граждан. К тому же налоговые службы по-прежнему почему-то считают, что ТСЖ и ЖСК мы не освободили от закупки онлайн-касс. Ждем от вас разъяснений с нетерпением. Увеличение платы граждан за жилищные услуги приведет к увеличению размера субсидий и компенсаций, в том числе и с федерального бюджета. К коммунальной отрасли также необходимо компенсировать потери. Предусмотрены ли в бюджете средства на компенсацию последствий применения контрольно-кассовой техники в жилищно-коммунальной сфере? Спасибо. Уважаемая Калина Петровна, уважаемые депутаты, онлайн-касса стоит 18 тысяч рублей, первое. Второе, это не такие большие деньги. Второе, мы приняли решение о том, чтобы освободить управляющие компании, которые принимают расчеты по безналичной форме расчетов от онлайн-кассы. Онлайн-кассы могут сохраняться только там, где принимаются наличные деньги. Наверное, это правильно, потому что контроль за наличкой должен быть. Поэтому в тех случаях, а это небольшое количество управляющих компаний, где работают за наличный расчет, в тех случаях могут сохраняться онлайн-кассы. Онлайн-контрольная кассовая техника. Поэтому необходимое разъяснение мы налоговой службе дадим. Куриный Алексей Владимирович, фракция КПРФ. Спасибо. Уважаемый Антон Германович, возвращаясь к здравоохранению. Дело в том, что критическая ситуация сегодня с льготным лекарственным обеспечением. Только что прошла проверка Росздравнадзора в 25 регионах. В некоторых, в том числе в моей родной Леонидской области, более половины рецептов льготных не обеспечены. И не потому что там лекарств завал на складах, как пытаются объяснить, потому что просто средств не хватает. Это дефицит все признают. Прокуратура признает, Минздрав признает. Около 50%, около 30 миллиардов. И однако, вот опять остается нерешенная проблема, а это лекарство, это опять жизнь людей. Это и, в принципе, выполнение демографических указов, показателей, которые поставлены в указах президента. Почему правительство в очередной раз игнорирует это важнейшее направление? Уважаемый Алексей Владимирович, уважаемые депутаты, лекарства – это, конечно, безусловно, наше важнейшее направление расходов и важнейшее направление нашего внимания. Я хочу сказать, что мы и в поправках в этот текущий бюджет за счет резервного фонда мы все время и в прошлые годы выделяли дополнительные деньги на лекарственное обеспечение наших граждан. Давайте посмотрим, может быть, и в ходе рассмотрения бюджета ко второму чтению, посмотрим этот вопрос. Насколько я знаю, Минздрав говорил именно об инсулиновых помпах, так называемых. Это вопрос в этой части. По прививкам мы постоянно расширяем охват вакционированием. У нас предусмотрены дополнительные деньги на вакционирование – более 2 миллиардов рублей. Более 2 миллиардов рублей дополнительно. Поэтому давайте посмотрим к второму чтению наши возможности и определимся с дополнительными потребностями. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Продолжение следует...